Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Глава иранского агентства ядерной энергии Али Акбар Салехи объявил актом ядерного терроризма диверсию против уранобогатительного комплекса в городе Нетензе. Но наши израильские СМИ уже успели сообщить, что это диверсия. Диверсию устроил МОСАД. Ну, конечно, кто же еще? Надо же самим себя похвалить. А у нас на связи известный иронист доктор Владимир Мисамет. Владимир, рад вас приветствовать. Добрый день! Спасибо, добрый день! Добрый день! Володя, скажите, пожалуйста, сразу я с места в карьер, то, что Салехи не назвал сразу, по крайней мере, что виновником диверсии является Израиль, о чем-то это говорит, как и то, что сам факт того, что иранцы об этом сообщили, значит, серьезная была авария? Ну, авария серьезная. Дело в том, что иранцы вообще традиционно скрывают такие вещи и, в общем, не всегда называют слово Израиль, потому что, во-первых, им как бы несподручно его говорить, им правильнее сказать сионистский режим, но, в любом случае, они как бы не хотят говорить это имя и считают, что пока, в общем, точно не ясно, они это не говорят обычно. Но, с другой стороны, ведь в последнее время так много различных диверсий, там, взрывов, не знаю, еще каких-то несуразностей, на их взгляд, которые происходят, и в которых везде виднеется лицо сионистского врага, и поэтому они стараются об этом не говорить. С другой стороны, они вообще заинтересованы, как можно принижать, как можно больше принижать роль этих аварий. Вот, смотрите, произошел действительно серьезный теракт. Выведена из строя вся система электропитания, и, в общем, там стали все центрифуги, нарушена вся производственная деятельность. Более того, западные специалисты говорят, что это очень серьезно, и, в общем, все это отодвинет, ну, минимально на 9 месяцев нынешнее развитие иранской атомной программы. Учтем только одну вещь, что вот тот объект, на котором произошло, это известный объект в Натанзе, который уже летом прошлого года, в начале осени прошлого года, уже взрывался. Они быстро его восстановили, и более того, они сделали новый цех, в котором стали монтировать вот эти центрифуги нового, уже третьего после выхода из соглашения, после частичного выхода из этого соглашения, поколение новое. И поэтому они, как бы, хотят сказать, что ничего не происходит, мы быстро восстанавливаем, но ясно, что это не совсем так. А для того, чтобы это подкрепить, уже сегодня Салихи, который, в общем, достаточно серьезный политик, который когда-то был даже министром иностранных дел Ирана, он сказал, что ничего не произошло, мы также продолжаем производственную деятельность, все в штатном режиме, ничего серьезного не произошло. При этом, сегодня, когда Салихи вместе со своим пресс-секретарем Бехрузом Камаль Ванди приехал на объект, там были такие разрушения, что Камаль Ванди просто провалился в шахту лифта и доставлен в больницу с переломом ноги. То есть там очень серьезные все же вещи происходят. Но иранцам несподручно это говорить, как и несподручно, я думаю, делать то, что они делают, потому что, посмотрите, в соответствии с договором СВПД, иранцам вообще запрещено поднимать обогащение урана выше, чем 3,67%. Они уже 22 месяца, как они нарушают этот договор, они частично из него выходят, и они не просто подняли уже порог обогащения, вначале до 4, потом до 5, вот теперь до 20, тот же Салихин на днях сказал, что им нетрудно уже поднять до 60, то есть идет такое наглое нарушение условий договора СВПД от июля 2015 года, они считают, что ничего не происходит, все идет в штатном режиме, мировое сообщество утирается, видя, как они постоянно выходят, причем выходят довольно нагло, посмотрите, они уже вышли из соглашения, они сделали несколько шагов по выходу, они запретили инспекторам, вернее, дали возможность инспекции, но инспекторам МАГАТЭ не разрешают пользоваться результатами обследований, они обещают, что они скоро вообще закроют Иран для инспекции, то есть они делают шаги, полагая, что им ничего за это не будет, более того, делая вот такие шаги, они полагают, что мировое сообщество должно воздействовать на Соединенные Штаты, с тем, чтобы Соединенные Штаты сняли все санкции, которые на них возложены вот за последнее время, особенно санкции нефтяные, которые возложены, начиная с выхода Америки из этого соглашения, то есть с 8 мая 2018 года. То есть происходит полное, я бы сказал, ну такое наглое попрание вообще в условиях международных соглашений, а ведь как раз СВПД является международным соглашением, которое заключено между Ираном с одной стороны и шестью международными посредниками, действующими от линии, от лица мирового сообщества, это вы знаете пять членов Совбеза ООН плюс Германия, правда Соединенные Штаты уже вышли, поэтому там получается четыре плюс один, четыре члена Совета Безопасности плюс Германия. Но в любом случае речь идет о серьезном документе, который подписан с одной стороны, опять думайте, всем мировым сообществом через его посредников и с другой стороны Ираном. Иранцы плюют, заявляя, что если американцы вышли из него, то мы имеем право точно так же выйти, никто нас не имеет права укорить за это, и если американцы за это возложили на нас санкции, то для того, чтобы мы вернулись, они должны все эти санкции снять. Причем они считают, что даже должны снять не только санкции нефтяные, которые возложены, вот как я сказал, с 8 мая 2018 года, а по мнению иранцев они должны снять вообще все санкции, которыми Америка обложила Иран после того, как еще в 1900, вдумайтесь в эти даты, в 1979-80 году был захват американского посольства, и после освобождения Америка разорвала отношения с Ираном и начала санкционную политику. Так вот иранцы для возвращения, полного возвращения в этот договор требуют полного снятия санкций, при этом они не желают с американцами вступать ни в какие переговоры, и вот на прошлой неделе, когда начались переговоры, Этула Хомоны и сказал, а руководитель делегации Аббаса Ракчи повторил, что мы не пойдем с Америкой ни на прямые, ни на косвенные переговоры, как же может тогда решаться вопрос, и как можно решать вопрос продвижения атомной программы, и как можно действительно Ирану закрыть путь по пути продвижения к атомной бомбе. А что является, на ваш взгляд, главной причиной такого наглого, как вы сказали, поведения Ирана? То, что у них появился, ну скажем так, на криминальном языке, если говорить, появилась крыша в лице Китая? Ну это одно. С другой стороны, они просто говорят, если не будет продвигаться переговоры, то мы просто выйдем из этого соглашения и будем продолжать то, что мы делаем сейчас. То есть вот они, например, начали обогащать уран сейчас до 20% и накопили 55 килограмм. Они говорят, нам еще 8 месяцев такой работы, и мы приблизимся к тому положению, когда у нас будут готовы атомные заряды, и мы можем бомбу делать. Хотя официально они заявляют, что никакой бомбе речь не идет. Иран, его атомная программа носит только мирный характер и ничего более. И наглость обусловлена, естественно, еще и тем, что есть страны, которые Иран поддерживает. И в последнее время, вы знаете, подписан стратегический договор с Китаем. Но учтем только просто один нюанс, что Китай является одной из пяти стран, которая является мировым посредником. То есть он подписант этого договора. И он как бы как подписант, в одной ипостаси он подписант, а в другой он уводит Иран в сторону и говорит ему, ты не бойся, у нас сейчас, мы даем большие деньги, мы даем инвестиции, и эти американские санкции не так страшны. Но у Ирана есть как бы обязательства перед своим народом, которому они говорят, мы снимем санкции, мы заживем новой жизнью. И вот поэтому, собственно говоря, и обусловлена вот та, действительно, та хуцпа, которой они себя ведут вот в последнее время. Хотел привести, Владимир, одну цитату. В газете «Маариф» известный специалист по арабским вопросам Цви Ихискеля дал интервью, в котором рассказал о сближении американцев с Ираном в рамках вот этих вот переговоров. Я процитирую. По его словам, американцы на переговорах попали в руки иранцев, которые, как волшебники персидского базара, взяли США в оборот оптимистичными заверениями и улыбками. Поэтому неизбежно столкновение США и Израиля. Насколько, на ваш взгляд, вот эта вот мысль известного востоковеда, арабиста, имеет место быть в действительности? Ну, смотрите, действительно, сейчас мы смотрим, что действительно точки зрения Израиля и Соединенных Штатов на этот договор, они очень разнятся. Когда в 2015 году подписывали договор, и был еще президент Обама, Израиль тогда не был готов. И он думал, что придет время, когда что-то изменит. И, в принципе, время президента Трампа показало, что Америка стремится как раз поддержать Израиль в этом вопросе. Но сейчас ситуация другая. Получается, что Америка действительно постепенно, по крайней мере, декларативно, на деле так пока не происходит, действительно сближается и делает то, чего иранцы хотят. В принципе, до сих пор они ничего не сделали. Но есть обещания, перед лицом которых, я думаю, они все же сломаются. Я думаю, что это может как раз привести к тому, что создастся некое непонимание, некоторое нарушение баланса стратегических интересов, стратегического паритета, который существует между Соединенными Штатами и Израилем. И я думаю, что то, что сейчас в Израиль приехал новый министр обороны Соединенных Штатов, и которому как раз сейчас, наверное, наши руководители говорят, что нужно, и как мы видим договор, и что мы хотим от этого, и как действительно, куда действительно должна пойти ситуация, и как нужно изменить договор, и что нужно сделать, чтобы Иран действительно перестал представлять угрозу, видимо, вот это должно как раз сейчас возобладать. Но пока действительно иранцы ведут себя, как на Восточном базаре. Более того, я думаю, что и подписание договора СВПД, которое произошло вот уже почти шесть лет назад, оно тоже напоминало. Но мне кажется, тогда почему такой несовершенный договор был подписан? Наверное, потому что этот марафон подписной длился 12 лет. Просто и посредники устали, и Иран устал, и все устали. И мне кажется, я вспоминаю вот те дни как раз перед подписанием, еще была куча вопросов, которые не были согласованы, и вдруг выясняется, что все готовы, все согласились с теми вариантами, которые тогда были, и подписали. Подписали несовершенный документ. И Соединенные Штаты в лице Трампа, во время Трампа, были согласны с этим. Европа колебалась, хотя Европа до сих пор не уверена в том, что договор работает, но они, наверное, все же как бы находятся в плену каких-то экономических интересов, которые могут прийти к ним со стороны Ирана. То есть они надеются на нефтяные концессии, и так далее, на нефтяное сотрудничество, просто на покупку нефти, и так далее. И поэтому это делает их ситуацию несколько отличной от американской ситуации. Но те точки зрения, которые сейчас столкнулись, это Израиль и Соединенные Штаты, американское видение нового договора. И вот на этом варианте как раз могут быть весьма серьезные, ну, недоговоренности, я бы сказал, даже определенные разногласия, может быть, если так мягко можно сказать, между Израилем и Соединенными Штатами. Владимир, спасибо огромное за, как всегда, блестящее интервью. Спасибо, всего самого доброго, успехов, здоровья и до новых встреч. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго, будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!